Что наши политические оппоненты, соцдемы, реформисты, центристы, все как один устроят травлю на митрополита после того, как вышло видео, где мы втроем приглашаем всех людей помолиться. Нас просят принести извинения перед митрополитом. Мне это совсем не сложно сделать. Я с удовольствием от имени нашего движения и с легкой душой приношу извинения митрополиту за министра внутренних дел, который публично поставил его перед выбором. Публично! Либо высылка из страны, либо вот здесь в этом храме, сегодня в один из часов молебен с людьми, с народом. Я с удовольствием публично и с легкой руки, и с легким сердцем и совестью приношу публичное извинение митрополиту от имени нашего движения. За доктора Афанасьева, которому смешно оказывается, что мы собрались с вами молиться за мир. Ему это смешно, понимаете? Доктору смешно. Я с удовольствием и с легкой руки, и с легким сердцем приношу извинения митрополиту от имени всего нашего движения. За всех, кто устроил травлю на него. За то, что мы всего лишь с вами хотели помолиться за мир. Я за это с удовольствием много раз от сердца и от души приношу извинения митрополиту. Я хочу сказать, что мы, нормальные, здоровые люди, не могли себе никак представить, что все настолько запущено. Мы не могли представить, что людей, собравшихся помолиться за мир, будут гнобить и обвинять в том, что они провокаторы. Мы не могли себе этого представить никак. Но мы четко понимаем, что вот сегодня мы с вами, это единственные люди в Эстонии, единственные, которые не поленились и пришли сюда помолиться за мир. Полиция нам запретила использовать колонки, полиция нам запретила ставить хорошую большую сцену сюда специальным письмом вчера, технично, за день до мероприятия, почему-то. Полиция запретила нам большой экран ставить, мы хотели большой экран поставить, для того, чтобы вывести сюда на экран Айво, сооснователя нашего движения, который находится в биротворческой миссии сейчас. Поэтому микрофон это для камеры, а для всех остальных я постараюсь говорить громко. Нас попросили громко не говорить, потому что мы будем мешать заседать, но я буду говорить громко. Потому что мы единственные люди в стране на сегодняшний день, которые собрались помолиться за мир в преддверии годовщины, начала СВО, войны между Россией и Украиной, как угодно это называйте. Мы единственные люди в стране, которые хотят почтить память погибших с обеих сторон конфликта на Украине. Мы единственные люди в стране, которые не боятся говорить правду. И я хочу вам сказать, что вы герои. Вот вы герои. Давайте друг друга поаплодируем. Очень легко, сидя на засаленном диване, критиковать других людей за то, что они делают. Ко всем нашим псевдокритикам, потому что критиками их невозможно назвать, я хочу задать один вопрос. Вы что сделали для того, чтобы нас критиковать? Вы что-то сделали лучше? Вы создали движение за мир? Вы боретесь каким-то образом с беспределом, который у нас в стране творится? Что вы сделали для того, чтобы изрыгать то, что вы изрыгаете в адрес наших участников, нашего движения? Ничего. Ноль. А почему? А потому что для того, чтобы сделать, надо поднять свою задницу с дивана. Ленивую задницу. Надо набраться смелости, как мы с вами, в это морозное утро одеться тепло и прийти здесь на морозе, два часа постоять за мир и помолиться за погибших людей на войне. Для этого требуются силы, время, деньги. Для этого требуется пять петиций вот сюда, в это здание пустить, в работу, как мы это сделали. Собрать голоса людей и пустить. Для этого требуются съезды провести в Идавиру, а и в Таллине, как мы это сделали. Для этого требуется на ратуши собрать почти тысячу человек за полдня. Несмотря на все препоны. И провести митинг, и потратить кучу времени, денег и человеческого ресурса. Для этого требуется это все. А для того, чтобы чесать языком, ничего не требуется. Поэтому мы с вами понимаем, кто мы. Люди, которые уже вошли в историю. И которые сегодня снова, вот здесь, входят в историю. И кто они? Это такое ничтожество, о котором даже не надо больше говорить. Потому что я предлагаю сосредоточиться на главном. Ради чего мы здесь собрались. А собрались мы здесь для того, чтобы почтить погибших и помолиться за мир. Вчера шесть человек, шесть священнослужителей разных религий, разных церквей мне позвонило с извинениями и сообщили о том, что начальство им запрещает участвовать в молебне за мир. Шесть человек. Лютеране, протестанты, греко-католики, представители Константинопольского православия. Последним был методист. Казалось бы, американская церковь. Им-то что бояться? Вот даже им начальство запретило вознести молитву вместе с нами. Сегодня здесь за мир. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Эстонии диктатура дошла уже до церквей. Это говорит о том, что церкви боятся молиться за мир. При том, что священнослужители хотели помолиться с нами за мир. Они сами откликнулись на наше приглашение, сами нам позвонили, сами нам предложили. Да, мы придем, это прекрасная акция. Мы придем с вами помолиться. И все, как один вчера, звонили и сказали, что они не могут. Что они люди подневольные и что начальство им запрещает. Мы не вправе осуждать этих людей, потому что каждому нужно кормить свою семью. Мы все это по-человечески понимаем. Но мы фиксируем эту ситуацию с вами. Вот здесь, навсегда, на камеру мы это фиксируем. Единственные, кто не отказались, это были староверы. У него сегодня, к сожалению, с ногой проблема. Он не смог к нам прибыть, он стоять не может. Это единственное, видимо, у них нет начальства. Поэтому он хотел принять участие. Все остальные испугались. И всем остальным запретили. Как нам объясняют, почему им запретили? Нам же это с вами объясняют. Нам с вами объясняют, что есть некая волшебная конъюнктура, из-за которой мы с вами, оказывается, подставили митрополита. А давайте зададимся вопросом. А что такое эта самая конъюнктура, на которую нам ссылаются? Когда ЭКРы вносят законопроект, запрещающий русским на своем родном языке разговаривать в ресторанах, в магазинах, дома, в любых публичных местах, это и есть та самая конъюнктура. Когда ЭКРы называют русских диблами и говорят о том, что никакие композиторы и никакие писатели этих варваров из животных в людей не превратят, это и есть та самая конъюнктура. Когда министр госуправления, сидящий вот здесь рядышком в доме правительства, говорит о том, что люди с Эдовирума, это недочеловеки, им не положено иметь свою муниципальную власть, потому что они мыслят иначе и думают иначе. Это и есть та самая конъюнктура. Вот что такое конъюнктура, на которую господа центристы так активно ссылаются и рассказывают, что мы подставили митрополита. Но у нормальных людей в голове не может быть такой конъюнктуры. Поэтому, конечно, мы даже в самом страшном сне не могли себе представить, что наши политические оппоненты, соцдемы, реформисты, центристы, все как один устроят травлю на митрополита после того, как вышло видео, где мы втроем приглашаем всех людей помолиться. Нас просят принести извинения перед митрополитом. Мне это совсем не сложно сделать. Я с удовольствием от имени нашего движения и с легкой душой приношу извинения митрополиту за министра внутренних дел, который публично поставил его перед выбором. Публично, либо высылкой из страны, либо вот здесь, в этом храме, сегодня в один из часов молебен с людьми, с народом. Я с удовольствием, публично, и с легкой руки, и с легким сердцем и совестью приношу публичное извинение митрополиту от имени нашего движения за доктора Афанасьева, которому смешно оказывается, что мы собрались с вами молиться за мир. Ему это смешно, понимаете? Доктору смешно. Я с удовольствием и с легкой руки, и с легким сердцем приношу извинения митрополиту от имени всего нашего движения за всех, кто устроил травлю на него, за то, что мы всего лишь с вами хотели помолиться за мир. Я за это с удовольствием много раз от сердца и от души приношу извинения митрополиту. Я хочу сказать, что мы, нормальные, здоровые люди, не могли себе никак представить, что все настолько запущено. Мы не могли представить, что людей, собравшихся помолиться за мир, будут гнобить и обвинять в том, что они провокаторы. Мы не могли себе этого представить никак. Но мы четко понимаем, что вот сегодня мы с вами это единственные люди в Эстонии, единственные, которые не поленились и пришли сюда помолиться за мир. И коль скоро, коль скоро другие церкви испугались поучаствовать в этом, представители церкви, и религии. Наше движение сильно тем, что у нас есть всегда и строители, и ученые, и врачи, и юристы, и бизнесмены. Все у нас есть в нашем движении, нас много. Поэтому мы взаимозаменяемы, поэтому мы сами обратимся к Богу, потому что нам не нужен для этого посредник. тем более такой посредник, на которого могут влиять спецслужбы, министр внутренних дел и прочее, прочее. Мы сами все это сделаем, потому что мы честные, открытые, спокойные люди с вами, разумные, думающие, патриоты своей страны. Напоследок хочу всем вам напомнить о том, что к нам идет еще один праздник, 105-я годовщина нашей страны, за суверенитет и независимость которой мы с вами боремся. За то, чтобы эта страна была нейтральной, за то, чтобы эта страна была суверенной, за то, чтобы эта страна была миролюбивой для всех жителей своей страны, чтобы мы все там жили, как у себя дома, чтобы все наши жители обладали равными конституционными правами. Вот эту Эстонию и вот такую Эстонию мы с удовольствием все вместе поздравляем со 105-й годовщиной независимости. Давайте этому празднику поаплодируем. Я приглашаю на сцену Алексея для вознесения молитвы. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, партнеры, гости. То, что происходит в Украине, является трагедией для всех нас. Вчерашние друзья еще вчера восхищались друг другом, еще вчера благодарили друг друга, поздравляли, и вот сегодня сердца всех пронзает боль. Что произошло с нами? Почему мы позволили этому произойти? Это наша общая ответственность. Мир — это не результат, это процесс и труд каждого. Мы можем сеять то, что хотим, но собирать мы будем то, что посеяли. Есть интересные слова. Если Бог не строит, то напрасно строят строители. И в то же самое время при насыщении пятью хлебами семи тысяч вы дайте, а я умножу, сказал Господь. То есть без Бога может все посыпаться. Если с Богом, то даже то малое делание, выполненное от сердца, Бог приумножает. Я хотел бы прочитать молитву о прекращении военных действий в братской стране и о возвращении в Украину мира. Ту молитву, которую читаю сам каждый день уже на протяжении года. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри милостивым Твоим оком на скорбь и многоболезненно его плечат Твоих в земле украинских сущих. Избави люди Твоя от братоубийственной брани, утоли кровопролития, отврати належащие беды, лишенные крова введи в домы, алчища и напитай, скорбящие утеши, разделенные соедини. Не остави стада Своя от сродних Своих во озлоблении и сущих умалитеся, но скорое примирение якощедр даруй, ожесточенных сердцам мягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадом ее подашь, да единым сердцем и едиными устой прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь. Пусть воины на линии соприкосновения увидят друг друга, людей. И очень откликнулся стих Ирины Расшиваловой. Давайте людьми оставаться всегда и всему вопреки. Под натиском лжи не сдаваться, не мучить друг друга с тоски. Все беды уйдут непременно, хотим мы того или нет. И в жизни любой перемены придут и избавят от бед. И будем мы снова смеяться, мечтать и дарить пустяки. Давайте людьми оставаться всегда и всему вопреки. Война когда-то обязательно закончится. И какими мы выйдем из этого периода, вот что важно. Уже сейчас мы можем начать формировать позитивную повестку. Как раз то, о чем говорил Олег. Благодарю за внимание вас. Раху палвиа эст, эстикелис, лоэп лейла. Ваш моё мэро 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ikka! Ja igavesti! Aamen! Tõstame kõik käed üles pallidega. Saadame meie head soovidkus palliga ülesse taevasse. Et lõpeks sõda, lõpuks ja jäädavalt, saadame rahu sõnumi ülesse. 3... 1, 2, 3! Субтитры создавал DimaTorzok Ja tänan, et olete nii vabrad inimelikud ja avatud Ja ma tänan väga, et teid tee vahed rahvaste vahel, keelte vahel, kultuuride vahel Kutsume üles, tulge kõik valimistele, andke häalt rahupoolt Et rahu edeneks ja muud kui kasvaks Nii meie riigis, kui meie riigi kõrval Meie naabariikidest Ma tänan veel korra ja ma nüüd annan oma mikrofoni ära Dabrugan! 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 Smeloo, dragi, сильne, любivu! Меня зовут Андрей Позняков, я депутат Лосномянского совета. Я благодарю вас всех и лидеров движения КОС за то, что мы сегодня здесь в этот относительно солнечный, но холодный день нашли в себе силы собраться, отстоять свое право на свободу слова, на демократию и донести до наших сограждан свою позицию. Мы сегодня живем странным государством. Коронавирусные ограничения оказались нарушением Конституции. Высылка жителей Эстонии, которые прожили здесь всю свою жизнь, оказались нарушением Конституции. Запрет телеканалов и артистов оказалось нарушением Конституции. Снос памятников оказалось нарушением Конституции. Запрет образования на родном языке – нарушение Конституции. Много лет назад, в 19-м году, мы выбрали последний состав парламента. И, конечно, видимо, никто тогда не предполагал, что будет пандемия и что случится война. Но самое главное заключается в том, что вот во все эти кризисы мы пришли к очень интересному выводу, что те ребятки, которые сегодня находятся в этом здании, не справились со своими обязанностями. Они оказались некомпетентны в решении вопросов нашей страны. Хотим ли мы, чтобы дальше в нашем государстве нарушалась Конституция? Хотим? Хотим ли мы, чтобы дальше нарушались наши права? Хотим? Хотим ли мы, чтобы дальше нам затыкали рты, когда мы говорим правду? Хотим? Нет. Совершенно верно. Поэтому наша сегодня основная задача – исправить ситуацию. Кто еще в нашей стране сможет остановить войну? Движение! Кто еще в нашей стране сможет организовать свободу слова? Движение! Кто победит на этих выборах? Движение КОС! Спасибо большое! Добрый день, дорогие друзья, близкие, просто наш народ. Я Эдуард Федотов, кандидат от движения КОС по списку левой партии по району Лос-Намяя, Пирита, Кесклин. Я не буду сегодня, скажем так, лозунги какие-то толкать, агитировать вас. Я хочу вас просто поблагодарить, что вы неравнодушны, вы смелые люди. Пришли сюда помолиться, поддержать обе стороны. К сожалению, люди гибнут. Да, это большое горе с обоих сторон. Но мы движение «За мир», поэтому мы здесь. Спасибо вам! Здравствуйте, уважаемые стоноземельцы! Меня зовут Александр Толбин. Я тоже в движении КОС. Еще бы 10 лет назад, если кто-то сказал, что Россия стала воевать с Украиной, я бы не то, что не поверил, я, наверное, применил бы к нему физическую силу. Но, к сожалению, мир меняется. И сейчас в нашей стране, в Эстонии, слово «мир» почему-то ругательное. За мир не выступает никто. Для того, чтобы все-таки не подливать огонь в эту ситуацию, не разжигать ее еще больше, наша маленькая страна должна что-то делать. Она становится агрессивной, потому что она не хочет мира. Тот, кто сейчас у власти, предыдущий оратор сказал, был выбран Риге-Когу. Но за одну ночь власть поменялась. Это был тихий переход к тем, кто наиболее настроен агрессивно в отношении, наверное, не только местных жителей, но и, наверное, международной сфере. Поэтому осталось не так много. Мы идем к новым выборам. Надо показать, что все-таки здесь есть те люди, которые хотят мира. Давайте попробуем изменить ситуацию, может быть, даже кардинально, но для того, чтобы мы не пришли к повторному украинскому сценарию. Спасибо всем. Я из Пярну, от Пярновского округа. Я один от левой партии Эстонии, Вячеслав Макаронский. В прошлую пятницу был приглашен в эстонскую литеранскую церковь. И два часа прошел очень хорошие, ну так сказать, ответы от всех партий. На что я единственный им четко показал, кто они такие. Но первое, что я спросил, раз мы находимся в церкви, раз нас пригласили епископат литеранской церкви, я спросил у них, является ли преступлением молебен за мир. То есть все, которые были, они, естественно, промолчали, но епископат понял. Потом я два раза прозвонил нашим православным и озвучил цифру 22 число. Естественно, они категорически отказались, но самое главное, чтобы до них было это донесено, и будем надеяться, что они сегодня в это время хоть немного, но каким-то образом выполняют свою миссию. Я здесь немного перебил, сказав, что не надо между мной и Богом и посредниками. И у меня есть очень интересный пример. 6-7 лет назад я ездил, был водителем вместе с одним, ну, моего возраста, мужчиной. Каждую неделю на протяжении месяца и 9 дней этот человек... Но это случалось только после того, как у него что-то вот в данный момент не получалось. И есть такая русская хорошая поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть буквально рядом со мной был вот такой пример. А то, что вот сейчас происходит, так оно и называется в молитвах, что не быть духом, не быть слабым духом. И то, что сейчас от священников идет, это и есть чисто вот такая слабым духом. И я призываю к тому, чтобы мы понимали смысл этого выражения и не быть слабым духом. Вот это я хотел сказать. Спасибо. Я хотел обратить сегодня ваше внимание на то, что мы все сегодня окружены массой лозунгов. Это на камеру хорошо все. Да, спасибо. Мы окружены сегодня с вами массой лозунгов. Кто-то утверждает, что мы с вами находимся в очень надежных, но не очень чистых руках. Кто-то спасает Эстонию. Мы знаем от кого. И знаем для кого они ее спасают. И это не мы. А кто-то утверждает, что он за нас. Но почему-то всегда только на словах. лозунгов много и у других партий. И, казалось бы, люди должны выбрать их, потому что они на любой вкус. Но вот когда мы встречаемся с людьми, по вечерам раздаем листовки, люди почему-то говорят, что ждали нас и хотят голосовать за нас. И нам эта поддержка очень нужна. Осталось меньше двух недель, чтобы мы увидели и ощутили вашу поддержку. Голосуйте за нас и посмотрим, что мы сможем сделать вместе дальше. Спасибо. Здравствуйте. Я представляю левую партию, по списку которой идет и движение КОС. Я представитель этой партии Игорь Розенфельд. Я хочу сказать, что у нас могут быть различия с движением КОС, но мы поддерживаем их энергию и их стремление к миру. В разговор о мире мы поддерживаем лозунг мира и мы считаем, что как можно быстрее должен быть установлен мир на Украине. Должны быть переговоры и эта война должна быть закончена. Можно сейчас говорить о том, кто виноват в этой войне. Это сложный вопрос. К сожалению, так получилось, что многие считают Россию агрессором, но это в силу определенных обстоятельств. Возможно, Россия могла иначе решать раньше эти вопросы, но мы знаем также и о тех силах, которые поддерживали КОС, которые, начиная с переворота 2014 года, вели агрессивную политику в отношении России. Поэтому, вот видите, сразу начинают звонить, как только выключить. Агрессивную политику в отношении России. И это тоже факт, что очень серьезные страны Запада поддерживали людей. Но если, например, в Киеве есть проспект Бандеры, то мы не можем поддерживать таких, такой режим. Нельзя закрывать глаза на то, что на Украине у власти радикалы, и этих радикалов поддерживать нельзя. Но это дело прошлое. Главное сейчас мир. И главное, чтобы в Эстонии риторика войны, риторика укрепления безопасности, это, конечно, нужно всегда. Но под этим лозунгом скрывается экономический кризис. Под этими лозунгами скрывают неспособность решить проблемы внутри страны и проблемы безопасности, о которых некоторые партии говорят. Поэтому мы против использования военной риторики для нагнетания ситуации в Эстонии. И мы за мир, как и движение КОС. Мы, как вы знаете, любим с вами вживую встречаться как можно чаще, как можно больше. У нас была в этот раз удивительная избирательная кампания. Сам Бог велел нам больше вживую общаться, потому что мне Фейсбук дал 6 дней поработать. Айва, вообще там блокировали много раз. Поэтому будем почаще вживую общаться. 25 числа у нас будет КАСТЭКУЛАТА МЕНДВАЙ КАЭГМИ РИЕНДАЛЬ МЕЛТОЙМОП ЭКОНОМИКО ВОРУМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ будет 25 числа. Вы знаете, что у нас каждый раз, когда проходят мероприятия, центристы звонят и торпедируют нам эти залы. Поэтому мы просим всех заранее зарегистрироваться в таблицу. На Чудском озере у нас была встреча с избирателями. Прямо во время встречи звонили в этот зал. Чтобы вы понимали. Прямо во время встречи. Поэтому это каждый раз вот так работает. Мы уже много раз это проходили и мы больше эти риски брать не будем на себя. Всех прошу зарегистрироваться. Это будет уникальное мероприятие. Все эксперты, с которыми мы общались в Ютьюбе Михаил Хазин, Стариков, президент Центра стратегических исследований Сербии, Литва, Швейцария. Куча народов. Эстонские эксперты. Будет куча классных экспертов. Никто такого не делал в Эстонии. Вообще никогда. Мы это сделали для того, чтобы все люди могли прийти, пообщаться, послушать, задать вопросы таким известным людям, экспертам. Там будет две темы. Деиндустриализация экономики стран Балтии Евросоюза. И вторая тема. Возможность возврата национальной валюты. Пожалуйста, заранее зарегистрируйтесь, приходите, участвуйте, задавайте вопросы. Всем, кто в таблице, всем за три часа до этого мероприятия мы вышлем точный адрес. Мероприятие будет в центре Таллина. Автобусы из Нарвы по всему маршруту следования нами организованы. По всему маршруту следования Нарва и так далее. Пожалуйста, без проблем. Надо с Чускова соберете 30, 40, 50 человек. Пошлем за вами автобус. Нам нужно, чтобы как можно больше людей услышало своими ушами то, что слышим мы от экспертов глобального уровня. И там же на этом мероприятии мы будем принимать декларацию суверенного многонационального народа Эстонии и манифест к народам Эстонии. Это абсолютно уникальные вещи, которые войдут в историю, которых никто не делает и не делал до нас. А мы будем их делать. Поэтому, пожалуйста, не пропустите это мероприятие. Зал небольшой, вмещает максимум 500 человек. Максимум. Там будет полный зал естественно людей. Много людей собирутся. Те, которые думают о своей стране и которые хотят изменений. И которым не лень притси послушать бесплатно таких людей. Знающих людей, глобальных людей. 25. веброрил кутсуме къики majanduskonverentsile, mis toimub Tallinna kesklinnas ja palun me kõigile ennast registreerida, kes tahab sellest huvitavast, äärgmisel huvitavast üritusest osa võtta. Kui olete ennast ära registreerinud, siis umbes kolm tundi enne tuleb ka täpne infosukoha kohta. Ja palun kindlasti rohket osavõttu sellepärast, et see on ainuladne üritus esinevad spetsialistid üle terve maailma, rahvusvahelised, tõesti omaala professionaalid. Nii et olete kõik kutsutud 25. algusega kell kolm. Aitäh kõigile! Здравствуйте, дорогие мои! V perva otserid ja abrašajus k semiem, kto praživad v Estoni ja abrašajus k materiam, kateri k babuskam, kto imeed dite sva ja ja mõte otserid korda otserid e otserid 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 korda e Это очень важно. Наши дети – это все, что у нас есть. Это наше будущее. И вы знаете, этот митинг сегодня, который приурочен к молитвам, он очень важен в дальнейшем для будущей каждой семьи. Потому что это наши дети, это наше будущее. Понимаете, нам без этого никак. И я хочу сказать, что даже те люди, кто здесь не присутствуют или по каким-то другим иным причинам не мог сюда прийти, вы знаете, вы должны быть с нами просто как с пуповиной связаны. Потому что мы едины, нас легко каждого сломать. Знаете, как есть пословица? Можно по прутику людей сломать, а когда целиком веник, его не согнешь. Вот, понимаете, мы должны быть едины. В Эстонии должна быть сила разумных людей, понимающих, что сейчас происходит. Понимаете, если вы, как страусы, засунете голову в песок и просто будете молчать, вы знаете, это может очень плохо закончиться. И я надеюсь, что сегодня Бог услышит наши молитвы. И вот эти вот шары, которые были запущены в небеса, пускай это шары, это как символика. Но вы знаете, я верю в то, что с сегодняшнего дня начнутся изменения, пускай даже на духовном плане. Мы это не видим сейчас физически, своими глазами. Но в ближайшее время мы увидим, что в Эстонии начнут изменяться многие вещи. И это благодаря тем людям, которые сегодня не побоялись, приехали сюда, пришли и сказали свое мнение. Благодарю вас, мои дорогие. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Ольга, я участница движения КОС. Почему? У меня четверо детей, восемь внуков. И я хочу, чтобы они все жили под мирным небом. Потому что что нужно в первую очередь? Мир. Мир между людьми. Хочу, чтобы все дети имели право выбора языка. Кому на каком учиться. Вот наше движение КОС к этому и стремится. Прошу всех, кто видит, кто слышит нас, присоединяйтесь к нам. Раз мы встретились на молитве, я хочу вспомнить историю из Библии. История Неневии. Тут пришел один пророк и сказал, ваш город будет уничтожен. И люди, они осознали все и покрыли себя серыми балахонами. И царь тоже покрыл себя. И Бог пожалел их и не уничтожил город. Нам сегодня не надо покрывать себя серыми балахонами. Можно вспомнить о любви. Не смотреть в сторону зла. Наш мир создается из того, что мы слушаем, что мы смотрим, что мы чувствуем. Как жизнь без весны, Бесна без листвы, Листва без грозы и гроза без молнии. Как годы скучны без права любви Лететь на призыв Или стон безмолвный твой. Дороги любви У нас нелегки У нас нелегки Заток нам добры Белый мох И клевер Полны соловьи Счастливой тоски Лететь на призыв Лететь на призыв Они зимой Они зимой Нам слышны Любимый мой Будем в любви Будем в любви Будем вместе Оля Мекос Спасибо, Юлия Здорово Классно так Да Да Друзья, кто-то еще что-то хочет сказать О мире От себя Что-то Да, поэтому не бороться, а все-таки строить, созидать Да И привносить новую альтернативу Которая так необходима нам всем В виде ответственных людей Которые готовы брать ответственность за себя А не перекладывать на кого-то И все-таки решать задачи нашего государства вместе Так, ну что, тогда будем финалиться Всем огромное спасибо, что нашли время Нашли смелость Да, прийти Такую смелую Смелая хозяйская позиция Что это наше государство Которое мы строим Которое мы созидаем И развиваем с новым вектором Который, возможно, будет Для других государств примером Как мы можем двигаться по-другому Вот всем спасибо И до новых встреч Приходите на выборы Да, все Всего хорошего Которое Уэсайон дейскозки И рэнда дэсамму Этвитцек с эстерик Кузеладанхиам Ну вот Церина, церина, вывод Такое стихотворение О том, как было бы хорошо жить в Эстонии Если бы здесь было бы больше активных Думающих людей Правильно? Ну, эти стихи запрещены Почему? Да, я президенту отправлял Даже в президентскую канцелярию Их даже не публикуют нигде А почему они запрещены? Не знаю, лично, наверное Слишком хорошие стихи Или слишком правдивые? Правдивые тоже То есть правда в Эстонии запрещена? Почему? Ну, я две книги даже Это самый Сам Выпустил Таких забрали с магазинов Почему? Удалили Почему? Ну Откуда-то Цензура Приказ Ну, а вам не кажется Что она Будет еще хуже Если ничего с этим не делать? Ну Я Распростреляю их Но когда-то Они все равно Найдут свое место Среди народа Ну Они найдут место Среди народа Тогда, когда народ проснется, наверное Правильно? Ну да, это красивые стихи Очень красивые Тогда вопрос Когда эстонский народ проснется? Ну, не знаю Баранов много А эстонский народ Понимает, что его тянут на войну сейчас? Ну, конечно тянут Вакцинами Все Это и есть война Так а эстонский народ это понимает? Ну, не все понимают А те, которые понимают, почему не делают и чего? Вот мы делаем Мы стараемся За мир выступать Почему эстонцы не Мы уже два года тут стоим И без толку А мы это кто? Ну, мы просто тут Обычные люди Да, мы никуда Никакую Эту самую Не Не входим Никакую партию А вас Пресс опускает? Спубликует? Ничего, да? Мы тут Можем стоять целый день Придут другие Их покажут По телевизору А нас нет То есть Так она есть Да А вы местный, да? Конечно Ну, вот вам очередной пример То есть Я всегда говорил, что в каждом народе Есть хорошие люди думающие Вот вам думающие эстонцы И таких много Всем спасибо За сегодняшнее мероприятие Все было очень душевно Ура на голос